Через несколько лет после распада империи, состоявшей из 16 княжеств, оказалось, что каждое княжество дружит с тремя другими княжествами и враждует со всеми остальными. Можно ли разбить эти княжества на 8 пар дружественных княжеств? О чем изговоры? 16 вершин, степень каждой вершины равна трем. Может ли быть совершенное паросочетание? Ну, вообще-то их можно. Давайте просто нарисуем 8 точек. Сейчас осталось уже 16. Давайте нарисуем просто такой граф. Вот так вот, каждая среди нас двумя. И проведем все диаметры. Они, конечно, если в настоящем проводить, то пройдут через центр. Я специально провожу немножко криво, чтобы было понятно, что это рюмра графа. Так, ну, это правило. Как разбить на пары? Да, в диаметре разбить. Вот вам граф, 16 вершин, у каждой степени равна трем, и совершенно замечательно разбиваются на пары. Или по-другому можно здесь вот через одну взять рюмры. А вопрос всегда? Ответа нет. Конструкция, которую, на самом деле, не так сложно придумать, которая решает эту же задачу. Это вот, конечно, что такое. Точка, из которой выходят три отрезка. А вот здесь мы рисуем, вы уже понимаете, сколько, да? Пять точек. Ну и здесь точно так же. Так, что у нас есть? У нас вот уже у этих точек степени равны трем. Замечательно. Надо позаботиться, чтобы у всех... Ну, это очень легко провести. Например, так. Так, ну здесь у меня не очень красиво получается. Вот. Вот вам граф. Почему нельзя разбить на пары? Очень просто. Поскольку вся картинка симметрична, то представьте себе, что эта точка вошла в пару, например, в цепи. В таком случае здесь все замечательно. Разбивается. Или так. Разбивается. А вот здесь очень плохо. Потому что вершин, как вы видите, пять штук. А пять на два не делится. Поэтому при любой попытке устроить здесь парасочетание, мы обнаруживаем, что не получилось. Пять на два не делится. Вот замечательно, например, графа, в котором нет системы йога, дающей полное парасочетание. Вот так вот. Так вот. Давай.